Всем привет, друзья! С вами Аннет. Hi, friends! That's Аннет. И добро пожаловать на канал Real Moscow Project. And welcome to Real Moscow Project Channel. Мы с вами сейчас оказались в довольно необычном месте в районе Косино Ухтомский. And we are now in not a northern place. That's Косино Ухтомский, district of Moscow. Здесь очень тихо. Птички поют. That's very quiet here. Birds are singing. And here is a swamp. А там болото. А в нем плавает уточка, но вы ее, к сожалению, наверное, не видите. Что я вообще забыла в этом районе? И что я вообще здесь делаю? What I am doing in this district? That is rather far from my home. Он довольно далеко находится от моего дома. И вы видите, что здесь какая-то прям вообще такая зеленая зона. Домов не видно. Как будто бы это какой-то парк. And you can see that there is a green area. You can see any houses. It's like it's a kind of park. Well, it's really a park. Да, действительно, это парк. Парк около озера Святое. Парк не Святое Лейк, а Сейнт Лейк. В Косино Ухтомский район я приехала, потому что здесь, собственно говоря, находится квартира Саши. I came in this district, because Саша has a flat here. И пока он занимается своими делами у себя в квартире, я пошла побродить, погулять и поснимать. And while he is doing his... What he is doing in his flat, I went for a small walk. Вот тут, вы видите, заход в воду. Сюда люди приходят купаться. Здесь небольшой пляж песчаный. Here you can see enter to the lake. People came to swim here. A small sand beach. Здесь у нас зона отдыха. Спортивные всякие снаряды. You can use some sport. Нет. Почему? А хотите, чтобы вас сняли? Конечно. А что вы скажете про этот район тогда? Отлично. Наши озеро очень хорошее, лечебное. Спасибо. Покупатели, посетители. Понятно. Спасибо. А вот не боимся. Идем, купаемся. Так хорошее шоозеро. Мне тоже нравится. Я правда в этом не купалась еще. Я в белом купалась. Спасибо. Будем знать обязательно. Спасибо. До свидания. И вас также. Вот видите, какие тут милые жители. Даже просят взять у них интервью. Так что вы можете видеть, как милые люди живут здесь. Они даже дают мне какие-то интервью. И вот здесь у нас парк. Здесь у нас парк. Он довольно новый. Его не так давно, в общем-то, сделали. И сразу новое. Есть какой-то мемориал. Там какой-то мемориал. Пойдемте поближе посмотрим. Let's come closer and see. Пока мы идем ближе к мемориалу, хочу немного сказать про этот район. I would like to tell you some more about this district. Его отличительная особенность заключается в том, что он находится за МКАД. This district is located not in the Moscow directly, it is located behind the Moscow Round Road. Don't know how to translate it correctly. But it is still Moscow. Но это все же район Москвы. И в нем осталось достаточно много такого частного сектора. Низкоэтажной застройки. I will write the translation in... I will write the translation because I am a bit sleepy still. Okay, this memorial is like a memorial in Galeanova district. This memorial is similar to the one that was in the park in the Galeanova area. Look. Very nice one. I like it. Так вот, в той стороне, за озером, находится частный сектор одноэтажной застройки и старые пятиэтажные дома. А с этой стороны есть уже такие красивые новостройки. Высокие, высокоэтажные дома. Ну вот, мы подходим ближе уже к району, к жилому, к новостройкам, к этим всем. Вот там вот у нас находится одна из площадок московских сезонов. So we came closer to the living houses, new houses that was built here. There we've got a Moscow season, the location. Ну, вот так выглядит новая часть Косино Ухтомского района. Здесь всё такое современненькое. That's how the new part of Косино Ухтомский district looks like. Everything is such modern, new, beautiful. Moscow transport. Московский транспорт. Автобус. The bus. А там вдалеке, за церковью, находится большой торговый центр. There is a big shopping mall there, but I won't go there. Но я туда не пойду. Торговый центр пусть вам показывает Russell's канала Traveling with Russell. Let's Russell from Traveling with Russell channel shows you all the shopping malls of Moscow. Теперь мы с вами возвращаемся в более старую часть района. Now we are going to the older part of the district. Довольно симпатичная дорожка. Rather beautiful road. We have lights here. У нас здесь фонарики есть. Поэтому ночью здесь светло. That's why in night it's rather light here. Там какая-то заброшка. There is something abandoned there. Но я туда не пойду, потому что у меня обувь сейчас неподходящая. Не слишком хорошая идея идти в такое место, в такой обуви. Но может быть один день. Если вы напишите в комментариях и вопросите меня, я вам эту заброшку покажу когда-нибудь. Окей. У нас здесь перекресток. We have a crossroad here. In which direction we are going to go? В каком направлении нам бы пойти? Пойдемте нехоженной тропою. Let's go this direction. And look what we can find there. There is a swamp over there. Там находится болото. И за этим болотом, собственно, находится озеро. Как раз то самое святое. Ну что ж, всего 5 минут прогулки по этому лесу. И мы пошли к жилым домам. Now I'm going to another lake. Сейчас пойдем с вами к другому озеру. There are three lakes in this district. В этом районе у нас три озера. Это святое, белое и черное. Это святое лейк, белое лейк и черное лейк. Это святое лейк, белое лейк и белое лейк. Here is such a, not very big, houses. Wow, this one is rather big. Такие у нас тут небольшие домики, но это правда довольно большой. Hope it won't be raining. Надеюсь дождя не будет. Мы идем по улице, которая называется Черное озеро. We are walking along the street that names Black Lake. Wonderful name for the street, I think. Думаю, прекрасное название для улицы. Some old houses under construction. Такие старые домики, они находятся на реконструкции. And there you can see a shelter. Water, как бы это сказать, vent, ventilation. В общем, вот это вот оголовок, короче, бомбоубежище. А вот здесь вы видите новый дом, такой красивый, современный, чистенький. You can see a very new house here, so beautiful and clean. Этот дом построен по программе реновации. This is a house that built on renovation program. Some old houses were destroyed and people get the flats in such beautiful new houses. Были снесены старые дома и людей переселили вот в такие красивые новые дома. And there behind the trees. И там с деревьями вы можете видеть старый тоже домик, пятиэтажку. Old five stages house, you can see the air behind the trees. И еще один старый домик, даже не пятиэтажный, а четырехэтажный. Another one old house, even not five stages, but only four, four levels. Level stages, how it would be correct to say in English, I don't know. Ну, вы можете видеть какой район тихий, опрятный такой. Как будто бы это просто отдельный маленький город. You now can hear how quiet this district is like a small town and not a Moscow district. There is another memorial there. Now we will cross the road and go to see it closer. Вон там еще один мемориал. Сейчас мы перейдем на дорогу, пойдем поближе. Ну что ж, довольно симпатично. Quite nice memorial. Это у нас дорога к озеру. That's the road to the lake. You can't go by car there. The road is closed. На машине вам туда проехать нельзя, потому что дорога закрыта. А там у нас как раз частный сектор. There we've got... Как будет частный сектор, не знаю. Потом вам переведу в комментах. В субтитрах. In subtitles I will translate everything that I couldn't say in English right now. Ну, вот мы пришли к озеру. Here we came to the lake. Я вам это озеро уже снимала. I've already have filmed you this lake. Now I'll just show you a small part. Сейчас просто немножко вам покажу. Большой кусочек. О! Утки! Дакс! Again a lot of ducks. Утки! Пум-пум-пум-пум. Дактейлс! Так, ребята, начинается дождь. Поэтому я, пожалуй, буду сворачивать удочки, как говорится, и бежать скорее домой. Благо тут до Сашкиного дома совсем недалеко. Окей, guys, the rain starts. So I'm going to run home. Hopefully... It is good that Sasha's home is not far from here. So see you in next videos. Так что увидимся в следующих роликах. И не забывайте подписываться, ставить свои пальчики вверх, оставлять комментарии и писать... Писать мне, что вы еще хотите посмотреть. So don't forget to subscribe, put some likes, comments and write to me what you want to see else. Bye, guys. Пока, ребята, мокро. Ah, it's getting wet. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok